Это программа «Война и мир». Как обычно, по пятницам в этот час мы говорим о раскладе сил на шахматном поле глобальной политической игры. Зарубежные визиты лидеров государств – это хороший маркер, почти универсальный. Они показывают вектор развития дипломатии и международной политики, расставляют приоритеты и одновременно указывают на уровень поддержки нашей страны вообще и лидера нашей страны в частности. Когда речь заходит о США, то это вообще экзамен на степень рукопожатности. Можно долго рассуждать о том, почему так сложилось, но нравится, не нравится, все это так. И вот мы наблюдаем за тем, как президент одной воюющей страны в один и тот же день выступает на Генассамблее ООН вместе с главой Белого дома, а через день они уже вместе общаются в овальном кабинете в Вашингтоне. А премьер-министр другой страны, которая тоже находится в состоянии постоянного конфликта, пересекается с американским президентом на полях Генассамблеи ООН. И это на сегодняшний день максимум, на что он может рассчитывать. Почему так? Об этом и будем говорить в течение ближайшего часа. Смотрите, как меняется мир. Если бы Израиля не было, его следовало бы выдумать. Мы продолжим беречь его идеалы, общие для наших государств. Детей в России учат ненавидеть Украину. И все связи детей, вывезенных в Россию с их семьями, разорваны. Это явный геноцид. Только у России есть возможность немедленно положить конец этой войне. И только Россия препятствует миру. Конечно, ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. Как все сейчас признают, Карабах является азербайджанской территорией. Однажды, может быть, даже уже в недалеком будущем, либо мы, либо наши дети будем объяснять следующим поколениям, что это за обычай был такой. Раз в году лидеры всех стран мира, друзья не друг другу или враги, приезжали в Нью-Йорк, где в Большом зале, который никогда не бывает заполнен полностью, они выступали с одной трибуны. Каждый из них говорил минут 15-20-30 о насущных проблемах своей страны. Только для того, чтобы, закончив речь, уступить место следующему. Абсолютно дежурная процедура, на которую обращают пристальное внимание лишь три категории людей. Спичрайтеры-лидера, журналисты из его пула и сотрудники службы протокола принимающей стороны. Потому что давайте на чистоту. Генеральная ассамблея ООН – это престижная, но дежурная галочка в рабочем графике президентов и премьер-министров. Это такой клуб, членом которого нельзя не быть, а потому пропускать его ежегодное заседание тоже не рекомендуется. Ибо если ты не там, тебя, как говорится, нет. Это такой современный аналог древнегреческой агоры – рыночной площади, которая являлась местом общегражданских собраний. Но даже в этой какафонии торжища есть вопросы, которые одинаково интересуют, если не всех, то многих участников этого форума. Причем, опять-таки, это дело сознательного политического выбора. Надо отметиться чем-то большим, чем просто проблемами собственной страны. Помню, как в одной из командировок в ООН мы все ждали выступления Нитаньягу, а перед ним как раз произносил свою речь Ардаган. Как искренне тогда и страстно он обрушился с нападками на Израиль. А некоторое время спустя с той же трибуны премьер-министр Израиля показывал рисунок ядерной бомбы, на которой красной чертой был обозначен уровень обогащения урана. И тем не менее, Генассамблея ООН, несмотря на некую рудиментарность, которая сегодня отражает, собственно, сам статус этой организации, все еще является площадкой, где можно говорить действительно о важном. Ну, например, о войне, о конфликтах, о бедности, о голоде. В нашем прекрасном, в кавычках, настоящем 20-х годов 21 века все эти проблемы по-прежнему актуальны. Но каждый говорит о своем, и он по-своему прав, потому что тот же иранский атом, например, для нас важнее далеких войн. Такова реальность. Байден, не дай Нитаньягу уничтожить Израиль. Скажем, нет диктатуре. Акции протеста возле посольства США в Иерусалиме и Тель-Авиве аккурат к встрече лидеров двух стран в Нью-Йорке. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы еще раз донести до президента США. Нитаньягу перекраивает правовую систему Израиля в угоду своим интересам. Мы пришли сюда, чтобы показать США и всему миру. Биби Нитаньягу не является нашим представителем. Представитель демократического Израиля мы. Надпись на этом транспаранте гласит. Джо, нужна помощь? Моргни два раза. Не моргнул ни разу. Серьезный взгляд и сухое. Добро пожаловать. Первая личная встреча премьера Израиля с президентом США после того, как Бениамин Нитаньягу вновь пришел к власти в декабре прошлого года, состоялась на полях Генассамблеи и длилась около часа. Джо Байден, чья дружба с Биби насчитывает более 40 лет, старался быть максимально формальным. Политика, которую проводит нынешний кабинет под руководством Нитаньягу, восторга у американской администрации не вызывает. 75 лет назад Давид Бен-Гурион назвал Израиль мечтой многих поколений. С тех пор мы стоим плечом к плечу, стремясь вместе воплотить эту мечту. Я не раз говорил и скажу вновь. Если бы Израиля не было, его следовало бы выдумать. Мы обсудим с Нитаньягу принципы демократии, общей для обоих государств, систему раздержек и противовеса в механизме власти, решение палестино-израильского конфликта на основе принципа «два государства для двух народов». В ходе встречи мы намерены обсудить самые сложные вопросы, в том числе предотвращение создания ядерного арсенала в Иране и нормализацию отношений с Саудовской Аравией. «Между нами существуют разногласия, но верность Соединенных Штатов в дружбе с Израилем прочнее стали. Без Израиля ни один еврей в мире не мог бы чувствовать себя в безопасности». Уже в более приподнятом настроении Байден отметил. «Если бы 10 лет назад заговорили о нормализации отношений Саудовской Аравии, о нас бы сказали, что мы явно выпили лишнего. Хорошего ирландского виски». Тему расширения соглашения Авраама премьер Израиля подхватил с удовольствием. Впрочем, Нитаньягу пришлось держать удар и поостро критикуемый Вашингтоном в судебной реформе, расколовшее израильское общество. «Мы привержены демократии. Хочу вновь подчеркнуть, что никакая сила в мире не заставит Израиль отказаться от абсолютной приверженности демократическим принципам. Мы продолжим беречь идеалы, общие для наших государств. Господин президент, Ваше лидерство сможет привести к историческим переменам». Байден добавил «Вместе. Сделаем это вместе». Тему «Войны и мира» Байден подробно развил в ходе выступления в рамках 78-й сессии Генассемблеи ООН. Президент США, позиционируя себя лидером свободного мира, заявил, что понимает, какую ответственность должна взять на себя в этот критический момент его страна. «Соединенные Штаты стремятся к созданию более безопасного, более процветающего, более справедливого мира для всех людей, потому что мы знаем, что наше будущее связано с вашим, и ни одна страна не может в одиночку справиться с вызовами сегодняшнего дня». Второй год подряд встречи в ООН омрачены тенью ничем не спровоцированной войны, развязанной России, отметил лидер США. Объединение союзников США с целью поддержки Украины Байден сделал одним из главных компонентов американской внешней политики. 46-й американский президент категоричен. Мир должен дать четкий сигнал президенту России Владимиру Путину. В противостоянии с Западом он не победит. «Россия считает, что мир устанет и позволит ей беспрепятственно жестоко обращаться с Украиной. Но я спрашиваю вас, что будет, если мы откажемся от основных принципов устава ООН ради умиротворения агрессора? Сможет ли хоть одно государство-член чувствовать себя уверенно в том, что оно защищено? Если мы позволим расчленить Украину, то разве будет обеспечена независимость какого бы то ни было государства? Ответ – нет. Мы должны противостоять этой неприкрытой агрессии сегодня, чтобы сдержать других потенциальных агрессоров завтра». США готовят новый пакет военной помощи Украине, приуроченный к визиту президента Владимира Зеленского в Нью-Йорк. Администрация Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой об одобрении выделения еще нескольких миллиардов на помощь восточнославянской стране в сфере безопасности до конца года. «Впервые после вторжения России в Украину Владимир Зеленский лично обратился к лидерам стран-членов ООН «Зеленой трибуны». Лейтмотивом 15-минутной речи стала «Россия – агрессор мирового масштаба». Зал слушал внимательно. «Каждое десятилетие Россия начинает новую войну. Части Молдовы и Грузии остаются оккупированными. Она превратила в руины Сирию. Если бы не Россия, в Сирии никогда не было бы использовано химическое оружие. Почти полностью поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии. Цель нынешней войны против Украины – превратить нашу страну, наш народ, наши жизни, наши ресурсы в оружие против вас, против мирового порядка, основанного на правилах». Особенное внимание президент Украины уделил военным преступлениям, которые, по его словам, Кремль совершает в его стране, включая депортацию сотен тысяч детей и их перевоспитание. Обвинил Зеленский Россию в продовольственном терроре, припомнив расторжение ею зерновой сделки. Но Москва не готова останавливаться на достигнутом. Президент Украины убежден, что Путин толкает мир к последней войне. «История показывает, что именно Россия заслуживала ядерного разоружения еще в 90-х годах. И Россия заслуживает это сейчас. Террористы не имеют права владеть ядерным оружием. Россия превращает ядерную энергетику в оружие. Посмотрите, что Россия сделала с нашей запорожской атомной электростанцией. Обстреливала ее, оккупировала и теперь шантажирует других угрозой утечки радиации. Смысл сокращать количество ядерного оружия, если Россия использует для шантажа электростанции». Президент Украины Зеленский и премьер Израиля Нетаньягу встретились впервые после начала военных действий незалежной. Украинская сторона, которая вот уже второй год просит от Иерусалима военной помощи, в очередной раз посетовала. Россия продолжает наносить удары по мирным жителям и городам с использованием, в том числе, иранских дронов. Израиль обещал помогать и далее, но только в гуманитарном аспекте. Работать вместе во имя мира обещали и Израиль с Турцией. В турецком доме в Нью-Йорке состоялась встреча Бенамина Нетаньягу и Раджа Патаипа Эрдогана. Лидеры двух стран подтвердили стремление развивать израильско-турецкие отношения в сферах торговли, экономики и энергетики. Не обошел внимание президент Турции стремление Иерусалима наладить отношения с Эрриядом. В этом контексте Эрдоган поднял и палестинский вопрос, как на встрече с израильской делегацией, так и выступая с высокой трибуны ООН. Мы продолжим поддерживать народ и государство Палестины в их борьбе за достижение своих законных прав в соответствии с международным правом. Повторяю, Израилю будет сложно достичь мира и безопасности, которых он ищет, без создания независимого палестинского государства в границах 1967 года. Содействовать укреплению мира и безопасности, а также предотвратить угнетение народов, готов помочь Ирану. Президент Исламской Республики свое затянувшееся на полчаса выступление на Генассамблее посвятил практически философским рассуждениям о религии, священности брака, демократии, гегемонии и двойных стандартах. В этом контексте традиционно досталось Западу в лице США и ЕС. Запад, который сейчас сталкивается с кризисом идентичности и функциональности, видит мир как лес, а себя как прекрасный сад. А также Израиль, у которого Тегеран не перестает называть единственной страной апартеида, обвиняя в более чем 75-летней оккупации палестинцев. Впрочем, главная проблема режима Айатол – снятие санкций. А это, в свою очередь, связано с заключением Тегераном новой ядерной сделки, на чем настаивает Вашингтон. Иран же поет старую песню – образца 2015 года. Америка должна продемонстрировать приверженность своим обязательствам и, наконец, выбрать соответствующий путь. Либо это восстановление СВПД, либо нет. Пока президент Исламской Республики рассуждал о справедливости в стенах ООН, за его стенами сотни иранцев опротестовывали сам факт присутствия Раисии на Генеральной Ассамблее. Раисии не представляет иранский народ. Его руки в крови. На его совести убийство более 30 тысяч иранцев. Он преступник, и у него не должно быть права выступать с трибуны ООН. На протест в здании ООН решился лишь израильский постпред. Гела Дардан во время слов Раисии о гендерной справедливости и уважении прав женщин встал и поднял над головой плакат с изображением Махса Амини. Смерть этой девушки во время ареста иранской полиции нравов положила начало протесту хиджабов против режима Айатол. Одиночный пикет продолжался несколько минут. Охранники силы вывели Эрдана из зала. Израиль традиционно бойкотировал выступления лидера Ирана. Нина Шамуге. Специально для программы «Война и мир». Продолжим тему. На официальном сайте ООН можно прочитать следующее. Генеральная ассамблея, учрежденная в 1945 году согласно уставу Организации Объединенных Наций, занимает в ООН центральное место, являясь ее главным совещательным, директивным и представительным органом. Состоящая из всех 193 членов ООН, она представляет собой уникальный форум для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, затронутых в уставе. Вот такая многообещающая цитата. Но по факту Генассамблея ничего не решает. Ее резолюции носят рекомендательный характер. Но неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН – это, безусловно, событие. Только вдумайтесь, политики и дипломаты приезжают в Нью-Йорк из стран, которые порой враждуют. В каком другом месте вы увидите представителей властей Израиля и того же Ирана? Да, они говорят. Говорят много и каждый свое, под часть эпатируя публику. Слушать друг друга, к сожалению, не обязательно. Так было на протяжении всей истории существования Генассамблеи. На оперативном уровне ООН давно превратилась в гигантский бюрократический аппарат, в чем в штате состоят порядка 85 тысяч человек, а общие расходы организации составляют десятки миллиардов долларов в год. Историческая попытка подчинить силу закону провалилась. Организации Объединенных Наций, на чью 78-ю по счету Генассамблею, в очередной раз съехались мировые лидеры, создавалась после Второй мировой войны, как гарант жизни без войн и насилия. Однако сегодня превратившаяся в бюрократического монстра Всемирная организация с трудом адаптируется к реалиям нового мира. Страны-члены высшего органа ООН, Совета безопасности, обвиняют друг друга в нарушении основных принципов Всемирной организации, требуют срочного реформирования. Правда, реформы в глазах судей мира, ставших заклятыми геополитическими врагами, выглядят по-разному. Совет безопасности ООН действительно нуждается в трансформации с тем, чтобы была максимально повышена эффективность этого чрезвычайно важного международного органа. Я поставлю данный проект резолюции на голосование. Москва пытается ввести в совбез государства, которые, если и не являются ее ближайшими союзниками, то хотя бы не придерживаются прозападного вектора. Но проблема, как отмечают специалисты, вовсе не в том, какого вектора придерживаются те или иные государства. Проблема в том, что сама структура ООН остается на уровне с середины прошлого века, когда пятерка из лагеря победителей во Второй мировой СССР, США, Великобритания, Франция и Китай диктовали новый мировой порядок. Эти пять государств до сих пор имеют право в вето, в то время как те же Германия или Япония за годы, прошедшие с окончания самого кровопролитного конфликта в истории, давно ставшие зрелыми демократиями и важнейшими опорами мирового экономического порядка, такого права не имеют. Не говоря уже о других государствах. Многие критики указывают, что именно эта диспропорция и мешает ООН адекватно реагировать на возникающие в мире вызовы и угрозы, отчего и возникают такие кризисы, как сегодняшняя война в Украине. Москва, будучи постоянным членом Совбеза, попросту блокирует любые попытки серьезного вмешательства ООН с целью прекращения конфликта. «Давайте скажем прямо, постоянный член Совета безопасности ООН вторгся на территорию своего соседа, попытался стереть суверенное государство с карты мира. Россия бессовестно нарушила основное положение устава ООН, подразумевающее четкий запрет на силовой захват территории соседей». Опасения, что страны-гаранты мировой безопасности получили слишком мощный рычаг давления на остальных членов Всемирной организации в виде пресловутого права ВЕТО, высказывались давно. Так, бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннен как-то сказал, что Совету безопасности давно пора уже расширить клуб избранных стран, постоянных членов с правом ВЕТО. В противном случае, эта структура сама себе подпишет исторический приговор и дальше теряя остатки дееспособности и авторитета. Призывы нынешнего генсия к Антонио Гутеррише остаются без ответа со стороны Совбеза. «Боевые действия в Украине должны прекратиться. Они бушуют по всей стране с воздуха, суши и моря. Они должны прекратиться сейчас». На заре существования Генассамблея видела разных политиков. И стены зала заседаний, возможно, еще помнят стук каблука по трибуне и обещание показать мать какого-то Кузьки. Но тогда в стенах ООН все же сумели договориться о контроле ядерного оружия. «Советское правительство руководствует с интересами советского народа, интересами граждан свободного социалистического государства. Еще и еще раз предлагает всем, давайте разговаривать, спорить, но давайте решать вопросы о всеобщем и полном разоружении». К слову, сегодня договор, к которому с трудом, но сумели прийти лидеры США и СССР, практически денонсирован преемницей Советского Союза. В разное время на трибуну Генассамблеи поднимались лидеры абсолютно разных стран с совершенно различным политическим устройством, убеждал членов Генассамблеи в мирных инициативах Фидель Кастро. «Мы готовы говорить о всеобщем желании мира. Это желание всех стран и, следовательно, желание моей страны». Уже полтора десятка лет прошло с тех пор, как критиковал Совбез за узурпацию права в вето покойный ливийский диктатор Муамбр Каддафи. «Теперь Совет Безопасности – это феодализм безопасности, политический феодализм для тех, кто имеет постоянные места. Их используют против нас. Его нельзя называть Советом Безопасности. Его следует называть Советом Террора». В то время как Совбез, самый влиятельный политический орган ООН, так до сих пор и продолжает жить понятиями середины 20 века, на оперативном уровне ООН давно превратилась в гигантский бюрократический аппарат, в чьем в штате состоят порядка 85 тысяч человек, а общие расходы организации составляют десятки миллиардов долларов в год. И при этом одной из самых серьезных проблем для организации является финансирование конкретных программ по причине контрпродуктивной конкуренции между ее же собственными структурами и подразделениями. С каждым годом политическое влияние ООН сходит на нет. Если еще какое-то время назад Израиль пытался донести до членов Генассамблеи всю опасность ядерной программы Ирана, предъявлял доказательства и проводил красные линии. «Дамы и господа, то, что я вам сейчас сказал, не основано на секретной информации. Это не основано на данных военной разведки. Это основано на публичных отчетах Международного агентства по атомной энергии. Их мог прочитать кто угодно, они доступны онлайн. Итак, если это факты, то где следует провести красную линию? Красная линия должна быть проведена прямо здесь». То сегодня Израиль уже не питает иллюзией относительно возможности ООН непредвзято выступать третейским судьей. Как отмечают эксперты, живимые в идеальном мире ООН давно бы уже провела процедуру своей полной реструктуризации. Но ключевые члены Всемирной Организации пока не демонстрируют соответствующей политической воле. К тому же такие реформы, конечно же, обошлись бы недешево. Так что вряд ли в ближайшее время они станут реальностью. Все тот же Кофи Анан, активно вовлеченный в урегулирование Палестино-Израильского конфликта, в 1998 году выступая в Кнессити, вспомнил известную фразу одного из основателей еврейского государства Давида Бен-Гуриона, произнесенную 29 марта 1955 года. Тогда в ответ на заявление премьер-министра Моше Шаретта о том, что если бы не резолюция ООН 1947 года государства Израиль не было бы, Бен-Гурион, будучи в то время министром обороны, воскликнул. Вовсе нет. Только смелость евреев основала эту страну, а не какое-то решение Ум-Шмума. Этот термин выразил искреннее презрение к институционально-политическому значению Организации Объединенных Наций, и до сих пор отражает мнение многих членов израильской общественности о том, что политика ООН по отношению к Израилю является предвзятой и несправедливой. Но в конце 20 века Кофи Аннон все еще верил в организацию, которую возглавлял. Тогда он сказал, что в мире, в котором мы живем сегодня, без Ум у всех будет клюм. То есть ничего, в переводе с иврита. Однако, если в начале работы Всемирной Организации на нее возлагались серьезные надежды, в том числе и в том, что она не повторит печальный опыт предшественницы Лиги Наций, то сейчас ООН все чаще расписывается в собственной несостоятельности. Владимир Унанянц, специально для программы «Война и мир». О Генассамблее мы сегодня еще поговорим, а пока прервемся на рекламу, после которой поговорим о Соединенных Штатах, Иране и Саудовской Аравии. И в продолжении программы, что происходит в отношениях Армении и России, будем разбираться. Война и мир в эфире. Иран – одна из некомфортных тем в диалоге между израильскими властями и администрацией Байдена. Причем это не сегодня даже началось. Джо Байден, будучи вице-президентом США, принимал активное участие в продвижении ядерной сделки. Несмотря на протесты Израиля, СВПД был подписан в 2015 году, а в 2018 из соглашения вышел Дональд Трамп. Ну и естественно, что с приходом в Белый дом Байдена все ждали возвращения США к ядерной сделке. Но что-то пошло не так. Вернее, все. Попытки вписать в СВПД ракетную программу Ирана встретили отпор со стороны Тегерана. Тем не менее, в прошлом году стороны, казалось, были в шаге от заключения договора. Но режим Айатол начал поставлять России беспилотники. А в сентябре в Иране начались массовые акции протеста после гибели Махсы Амини. Ее арестовала полиция нравов из-за неправильного ношения хиджаба. Режим Айатол тогда очень жестко расправился с участниками акции. И чтобы другим неповадно было, нескольких даже казнили. США, как и другие страны Запада, ввели санкции и до сих пор вводят все новые рестрикции. Но вот тут сделка по обмену заключенными между Соединенными Штатами и Ираном. Пять американцев возвращаются домой. А США выпускают из тюрем пятерых иранцев и размораживают иранские активы в южнокорейских банках. Шесть миллиардов долларов должны использоваться Ираном в гуманитарных целях. В Израиле в это не верят. Нет механизмов контроля за потоком денег из Катара, а именно там сейчас иранские миллиарды и находятся. В Иерусалиме считают, что средства пойдут на поддержание террористических группировок в регионе. Кризис. Слово, которое как нельзя лучше характеризует ситуацию в Израиле в целом и в американо-израильских отношениях сезона 2023 в частности. Еще в начале года представители американской администрации старались выражаться максимально дипломатично. У США и Израиля общие цели, но средства их достижения нужно обсудить. Вашингтон не раз давал понять. Планы крайне правого правительства под руководством нового старого премьера Бениамена Нитаньягу вызывают большое беспокойство. Уровень озабоченности отражен к чрезвычайной серии визитов высших должностных лиц США в Иерусалим. Я передаю вам привет от президента Байдена. И, как вы знаете, его приверженность к государству Израиль не зыблема, а приверженность Америки и Израилю железна. И это обязательство, основанное на общей истории, общих интересах и общих ценностях. Я убежден, что работая вместе, мы сможем справиться с вызовами и реализовать возможности. Это укрепляет союз между нами, который является исключительным, и может также изменить регион и историю. Чем больше мы будем работать вместе, тем больше мы сможем реализовать огромный потенциал наших стран, региона и всего мира. Это укрепляет союзник Коммодор. Учение Juniper Oak 23.2. Пример успешного военного сотрудничества между странами. В середине января США и Израиль провели свои крупнейшие в истории совместные военные маневры, в которых приняли участие 7500 военнослужащих и были задействованы воздушные, морские и сухопутные силы. Стороны не скрывали, эти учения были направлены в первую очередь против Ирана. Главная угроза интересам США и Израиля на Ближнем Востоке. Ситуацию в регионе обсуждал в Израиле и директор ЦРУ. Уильям Бернс провел встречу с главой МОСАДА Давидом Барнея. Вслед за ним еврейское государство в рамках ближневосточного турне прибыл и госсекретарь США. Энтони Блинкен свой визит начал с призыва положить конец насилию между палестинцами и израильтянами. Мы призываем все стороны конфликта предпринять срочные шаги для восстановления спокойствия, для деэскалации. Мы хотим убедиться, что предпринимаются действия, в результате которых и израильтяне, и палестинцы вновь будут чувствовать себя в безопасности. Сейчас этого очень не хватает. Приезд номер один американской дипломатии совпал с сильнейшим за последние годы витком насилия в регионе, последовавшим за израильским рейдом в лагере беженцев Джанин. Теракты и перестрелки унесли жизнью более 20 человек. Администрация 46-го президента США уверена – путь к миру между палестинцами и израильтянами лежит в реализации, давно канувшей в лету, идеи о создании двух государств для двух народов. Чтобы подтолкнуть этот процесс, Вашингтон в 2023 году выделил 225 миллионов долларов на гуманитарную помощь и экономическое развитие палестинской автономии. Еще 50 миллионов долларов выделены на продвижение Палестино-Израильского мирного договора. Израильское руководство предпочло говорить о более реальных вещах. Наша политика неизменна. Мой Кабми намерен сделать все, что в силах Израиля, чтобы предотвратить получение Тегеранам ядерного оружия или средств его доставки. Важно подчеркнуть, что мы добиваемся этой общей цели совместно с Соединенными Штатами. Администрация Джо Байдена была не прочь воскресить еще одно соглашение, не действующее уже около пяти лет – ядерную сделку с Ираном, заключенную в 2015 году при активном участии Барака Обамы. Тогда нынешний лидер США был вице-президентом. В начале лета американские СМИ раструбили. Вместо ядерной сделки вот-вот может быть подписано временное соглашение между США и Ираном. Но уже к концу сезона Госдеп ответственно заявил – договоренностей с режимом Майя Тул не будет. Пока. Однако никакого соглашения в ближайшее время не просматривается. Решит ли сам Иран предпринимать действия или не предпринимать действия, которые ведут к дальнейшей эскалации напряженности, не только с нами, но и с другими странами покажут его шаги. Белый дом пристально следил и за шагами израильского Кабмина. Если политика коалиции в отношении палестинцев в Вашингтоне вызывала стандартную обеспокоенность, то решение о расширении поселений вызвало вот такую реакцию. Не только Израиль виноват в конфликте на Западном берегу, но Израиль является частью этой проблемы, особенно те члены правительства, которые говорят о том, что могут строить поселения где угодно, у палестинцев нет прав быть здесь и так далее. Мы регулярно поддерживаем связь с ними, с правительством Израиля, пытаясь смягчить то, что происходит, и надеясь, что Биби продолжит двигаться в сторону умеренности и перемен. Инициированная же новым Кабмином судебная реформа заставила заговорить Вашингтон об угрозе процветающей демократии еврейского государства. Разрядить напряженность не раз пытался президент Израиля, который, в отличие от премьера, пользуется максимальной благосклонностью со стороны американской администрации. Ицхар Герцог стал вторым президентом еврейского государства, удостоившегося чести обратиться к Конгрессу США. И хотя президентская должность в Израиле скорее церемониальная, Герцог не упустил возможности объяснить американским законодателям положение вещей в еврейском государстве. Не секрет, что в последнее время в Израиле идет напряженная дискуссия о пересмотре отношений между ветвями власти. Я знаю о том, что многие вопросы, которые мы обсуждаем между собой, вызывают беспокойство у наших друзей. Однако то, что мы спорим, свидетельство действенности нашей демократии. И сегодня я хочу сказать американскому народу, всем вам и каждому из вас, я верю в израильскую демократию. Какими бы ожесточенными ни были споры, демократия в ДНК каждого израильтянина. Критика критикой, но стратегические связи по расписанию. На всех уровнях американские чиновники заверяют – приоритет США – безопасность государства Израиль. В рамках этой концепции Вашингтон в лице спецпосланника президента США смог разрешить одну из давних проблем – демаркацию морских границ между Израилем и Ливаном. Сейчас Амбас Хахштейн занимается челночной дипломатией с другой миссией – делимитацией сухопутной границ между странами. Вот уже второй год эксперты предрекают горячую войну между Израилем и ливанской Хизбалой, спонсируемой Ираном. Стороны даже обменивались ударами, но до начала боевых действий дело не доходило, несмотря на активные провокации со стороны шиитских террористов. В числе наиболее наглых – установление наблюдательных шатров на горе Дов, на израильской территории. Пресечь возможность крупномасштабной войны в регионе – задача эмиссара президента США. Другому помощнику американского лидера Джейку Салливану делегирована миссия по налаживанию контактов между Иерусалимом и Эр-Риадом. Но к мега-сделке США с Саудовской Аравией есть свои условия и у Иерусалима. Израиль хочет гарантии безопасности США с фокусом на сдерживании Ирана. «Дьявол кроется в деталях. В Саудовской Аравии требуют создания гражданской ядерной энергетики. В то же время они подписали договор о нераспространении ядерного оружия. Завтра они спокойно могут обратиться к Китаю или Франции и попросить создать ядерную программу гражданского назначения. Не будем сбрасывать со счетов потенциальное влияние израильско-саудовского мирного соглашения на регион и мир в целом. К примеру, саудитов последует еще несколько арабских и мусульманских стран. И это коренным образом изменит правила игры». Менять правила игры чревато последствиями. Израильская оппозиция полагает, если открыть двери в атомный клуб для Эр-Риада, это приведет к ядерной гонке на Ближнем Востоке, к которой могут подключиться и Турция, и Египет. Не говоря уже об Иране, который и так на пороге создания оружия массового уничтожения. А пока Эр-Риад продолжает партию. И их ход к Тегеранам. Это первый за последние семь лет визит главы МИД Ирана в Саудовскую Аравию. Первый дипломат Исламской Республики был на аудиенции у наследного принца королевства. По итогам встреч иранское внешнеполитическое ведомство объявило, Саудовская Аравия начинает работу над долгосрочным соглашением о сотрудничестве с Исламской Республикой. В Вашингтоне и Иерусалиме заигрывание Саудовской Аравии с Ираном восприняли как шантаж. Впрочем, мало кто сомневается. Прагматизм Эр-Риада возьмет вверх, и мир с Израилем будет достигнут. Вопрос лишь в том, как скоро. Нина Шамугия. Специально для программы «Война и мир». Сроки определять дело неблагодарны, особенно когда речь идет о Ближнем Востоке. На этой неделе появилась информация о том, что Эр-Риад проинформировал администрацию Байдена о своем решении прекратить все переговоры о нормализации отношений с Израилем. Об этом сообщило арабское новостное издание «ЭЛАВ» со ссылкой на израильского чиновника в канцелярии премьер-министра. Согласно неподтвержденному сообщению, Саудовская Аравия объясняет свой шаг тем, что правительство Израиля во главе с премьер-министром Беньямином Нетаньягу торпедирует любую возможность сближения с палестинцами и, следовательно, с Эр-Риадом. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Саудовская Аравия дала понятие администрации Байдена, что решение палестинских проблем имеет решающее значение для любого соглашения о нормализации отношений с Израилем. В прошлом месяце министр иностранных дел Эли Коэн подчеркнул в интервью тому же изданию «ЭЛАВ», что палестинский вопрос не является препятствием на пути к миру. Вполне возможно, что сейчас в разгаре торг между США и Саудовской монархией. Ведь мир с Израилем – это часть большой сделки. Не исключено, что Вашингтон и Эр-Риад не договорились о поставке американских вооружений или, что более вероятно, не смогли достичь компромисса по Саудовской ядерной программе. Королевство требует права на обогащение урана на своей территории. Против этого выступают многие, в том числе и в Израиле, но и в Соединенных Штатах. Но компромисс возможен. Уран ведь можно обогащать не на Саудовской территории. Если ряд действительно заинтересован в развитии своего мирного атома, то это должно устроить. Иначе остается единственный вариант. Саудовская Аравия, как и Иран, хочет заполучить ядерное оружие. И тут надо сто раз подумать, стоит ли вообще оформлять израильско-саудовские отношения, которые и так есть, это секрет Палишинеля, в обмен на ядерные амбиции наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Сейчас реклама на девятом, после которой поговорим о совместных военных учениях США и членах СНГ и ОДКБ Армении и об обострении в Нагорном Карабахе. Война и мир в эфире. Очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Азербайджан проводил антитеррористические мероприятия локального значения. Вот так вот официально назвали свои действия в Баку. И вот совпадение или нет, но на этой же неделе завершились совместные американо-армянские военные учения Eagle Partner 2023. В маневрах приняли участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих. Командование армии США в Европе и Африке сообщило, что учения были призваны помочь обеим странам выстроить отношения на тактическом уровне и повысить оперативную совместимость подразделений для миротворческих операций. Казалось бы, что такого. Тем более, что учения вовсе не масштабные. Все бы ничего, если бы Армения не была членом Содружества независимых государств и ОДКБ – Организации договора о коллективной безопасности в рамках СНГ. Эта структура создавалась как мини-вариант Варшавского договора. Но это, конечно, далеко не Варшавский договор. На фоне войны, которую ведет Россия в Украине, учения Армении и США выглядят как политическая пощечина Москве. В Кремле и в МИДе России не скрывают своего недовольства. Достигнута договоренность о приостановке антитеррористических мер. Подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском районе Азербайджанской республики, незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, покидают свои боевые позиции и полностью разоружаются. Подразделения армянских вооруженных сил покидают территории Азербайджана. Незаконные армянские вооруженные формирования распускаются. Второй пункт – вооружение и тяжелая техника должны быть сданы. Конечно, мы познакомились с текстом, хотя Республика Армения никак не участвовала в формировании этого текста и не была стороной обсуждений. В любом случае, мы принимаем к сведению это заявление. Мы надеемся, что после такого шага миротворческий контингент Российской Федерации полностью выполнит свои обязанности, в связи с чем, как вы знаете, у нас и раньше были некоторые оговорки. В Кремле, на самом деле, прежде всего исходят, конечно, из двух основных критерий. Первый критерий – это трехсторонние договоренности от 1921 и 1922 года, которые были подписаны, на основе которых шли все усилия по мирному регулированию существующих проблем. И второй, также архиважный критерий, когда премьер-министр Пашинян заявил о признании границ Азербайджана по 1991 году. Это означает, что армянская сторона признала Карабах необъемлемой частью Азербайджана и азербайджанской территории. Это существенно изменило, конечно же, ряд положений. И мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана. Для Юры сейчас речь идет о действиях Азербайджанской республики у себя на территории. Наши городворцы очень активно работают, со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт. Делают все для того, чтобы защитить мирное население. В нашем основном пункте базирования уже свыше двух тысяч гражданских лиц, из них более тысячи детей находятся. Но мы в очень тесном контакте, повторяю, находимся со всеми сторонами конфликта и с властями в Ереване, в Степанокерте. И надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло. Конечно, ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. И я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении. Где бы ни появлялись американцы, а они, знаете, у них сотни баз по всему миру, нигде это до добра не доводит. В лучшем случае они там сидят спокойно, а очень часто пытаются подбирать под себя все, в том числе и политические процессы. У нас это вызывает сожаление, действия армянского руководства, мы об этом сказали. И вы упомянули ОДКБ. Конечно, такая договоренность, о которой была объявлена, про учения армяно-американские, она выглядит тем более странно, что уже два года, как Армения, отказывается участвовать в учениях ОДКБ. Объясняя это тем, что вот если бы ОДКБ, как союзное образование с участием Армении, осудила бы Азербайджан, вот тогда Армения стала бы в ОДКБ работать. А когда мы спрашиваем, а почему же вы с американцами, с европейцами общаетесь, которые не осуждают Азербайджан, а они говорят, ну они же не наши союзники, поэтому осуждать должны вы. Такая достаточно странная, простоватая логика. Ну и Лавров также заявил, что с утверждениями о том, что, ну, будто Карабах Азербайджану отдала именно Россия, Москва никак не может согласиться. Сейчас на прямой связи со студией Зеривана журналист Юрий Манвелян. Юрий, приветствую. Добрый день. Ну мы вот по итогам заключенного в среду соглашения о прекращении огня, Армения действительно приняла все условия Азербайджана для достижения перемирия. Ведь премьер-министр Никол Пашинян говорил, что Азербайджан там начал этническую чистку на Горном Карабахе. Армения не участвовала в переговорах, и премьер-министр тоже подтвердил это. Фактически в переговорах участвовали власти армянской части Карабаха. И, как говорилось в официальном сообщении, это происходило через российский миротворческий контингент. Этнических чисток. Это говорилось об угрозе и давалась оценка действиям Азербайджана, которые уже 9 месяцев перекрыли пути в Карабах. До того тоже перекрывали газ, перекрывали связи интернета. Ну и мы знаем, что в последнее время вот эти проблемы с продовольствием очень серьезные были. Речь была вот именно об этом. А российские миротворцы, они, можно сказать, что сыграли ключевую роль в прекращении огня? Российские миротворцы не выполнили практически никаких своих обязательств. Их обязательства, как мы помним, они взяли на себя после прекращения огня в 2020 году. То, что называется 44-дневная война. И взяли на себя обязательства, что вот этот Карабах будет иметь бесперебойную сухопутную связь с Арменией. И эти обязательства они не выполняли. Для передвижения гражданских кризис туда-сюда и так далее. Нет, в данном случае можно скорее говорить о том, что российские миротворцы работали сообща с азербайджанской стороной. И это мы видели, и когда Азербайджан устанавливал КПП и блокировал дорогу. Там и на кадрах видно, что в этом участвовали. Это все в присутствии российских военных делалось. В данном случае, наверное, можно говорить о том, что Баку с Москвой действовали сообща. Несмотря на то, что формально хотя бы Армения считается стратегическим партнером России. Но это уже давно все на словах. На этой неделе завершились совместные американо-армянские военные училия. Назывались они Eagle Partner 2023. Давайте о них немного поговорим. Как их необходимость вообще объясняют власти Армении? И не связана ли очередная эскалация как раз ситуации в Нагорном Карабахе именно с этими учениями и как результат недовольством Москвы? Ведь просто это не первый раз происходит. Кажется, еще с Сержи Сарксяни попытки сближения с Западом привели к очередной войне. Это просто воспользовались этим. И любой повод, тот же визит первой леди Армении в Киев, о котором тоже было известно давно. Я, например, об этом знаю от украинских коллег еще с Майя. Но нужна была информационная поддержка и сопровождение. И повод поднять шумиху в прессе. И, видимо, о том, что Азербайджан нападет 19 сентября на карабахских армян, Россия знала. Ну и все это нужно было как-то оформить. И поэтому они воспользовались. А так говорить о том, что сейчас уже армянская армия или армянское государство прямо развернулось, оно просто не может развернуться. Можно сказать, что констатировали на самом высоком уровне. Об этом говорилось очень много и очень часто. Но в этот раз констатировали, что ориентировка на Россию, 99,9% ориентации и связывания безопасности, надежда на российский фактор, на дружбу, оно себя не оправдало. И Армения оказалась в ловушке и армяне Карабаха, и само армянское государство один на один с такой угрозой. Причем в условиях, когда Азербайджан сейчас чуть ли не главный партнер в регионе, партнер России, я имею в виду. Ну и вот оказались зажатыми. Понятно. Но если посмотреть на ситуацию со стороны, глазами Москвы, ведь есть сотрудничество между Арменией и НАТО, там есть программа партнерства ради мира. И как раз сейчас, когда Россия воюет, как в России, в Москве что говорят? Что они воюют со всем блоком НАТО, со всем западом коллективным. А вот эти учения, согласитесь, они как бы все равно приобретают некий смысл дополнительный? Нет. На фоне этих учений, даже в рамках партнерства ради мира, вот этой программы НАТО, Армения уже второе десятилетие, например, каждые полгода отправляет миротворцев, это невооруженные люди, в основном медики, саперы, отправляет на миссии в Косово, в Афганистан, еще одна страна, я забыл. Ну, в общем-то, это в составе греческого контингента, НАТО в составе польского контингента, это все происходит, и никакого сближения нет. То есть поводов для того, чтобы Россия там обижалась или передъявляла Армении, я, кстати, не за то, чтобы как бы сейчас Россия помогла Армении кого-то захватывать. Речь идет о том, чтобы просто защититься в рамках своих договоренностей. Россия просто показывает себя как недобросовестный партнер, вообще невозможно положиться на Россию, там ничто и ничего, как бы слова ничего не значат, никакие договоры не работают, и наоборот, например, вот эта такая кабала своеобразная, то, как Россия отказывалась поставлять оружие, даже за которое уже заплатили, то, какого качества оружия она поставляла и так далее. Но я опять же говорю, это все не в рамках того, тут проблема стоит защититься всего лишь. Но сейчас вот Россия делает то, что делает, и Армения, любые попытки Армении проявить какую-то субъектность, в своем отношении самостоятельность, вот дотыкаются на такую очень гиперагрессивную реакцию. И действительно как бы сложно, сложно когда, ну даже эта реакция началась не сейчас, еще в 2018 году, когда люди вот эти массовые протесты привели к смене власти, когда попытались и вроде бы впервые вот за последние два-три десятилетия провести какие-то выборы, вот это уже в России и в России воспринималось как угроза. То есть любая попытка формировать власть, вот как-то укрепить суверенитет, делать вот какой-то, не знаю, регистрирует демократические процедуры, натыкается вот на такую реакцию. При этом в Армении находится российская база, да, в Гюмрии. Нет опасений, что, я не знаю, возможно какие-либо провокации, да, и в результате там, я не знаю, может даже власть смениться в Иереване? Это угрозы есть, и подконтрольные какие-то телеграм-каналы начали сообщать, вплоть до того, что тут сейчас есть представители частной военной компании Вагнера, какие-то деятели вот пророссийские начали распространять кувалды, намекая на то, что, ну и напрямую угрожая власти Армении, премьер-министру смертью и так далее, вот кувалдой. Это все есть. Но, в общем-то, нужды в каких-то частных военных компаниях в случае с Арменией у России нету, она пронизана. То есть, как мы уже зафиксировали, тут и военная база, тут и агенты, и боевики, и в парламенте есть у них, значит, свои представители. То есть, и граница, основная часть границ Армении контролируется ими. В аэропорту Ермасском тоже работают пограничники ФСБ, которые при необходимости могут не выпустить гражданина Армении из Армении, или его не впустить. То есть, вот такая полная зависимость. Но это сценарий есть. Потом есть подконтрольные, значит, России какие-то лидеры из Карабаха. Пока судьба их не ясна. Но, в общем-то, Россия не против, и она привыкла назначать во власти в Армении людей, которые придут через Карабах, которые через войну, которые вот удобным способом. Ну, например, один из таких – это вот миллиардер Рубен Вартанян российский, который тоже приехал в Армению, развернулся тут. Ну, еще и вот его отправился с миссии в Карабах, когда даже получил там должность. Такой сценарий есть. Потому что иначе выборным путем на данный момент, во-первых, нету нужды в его неочередных выборах, через выборы своих назначить им не получится. А вот сценарий, чтобы ввести военное положение и использовать, задействовать как-то базу, потому что, в общем-то, любые прямые отношения Армении с соседями, любые гарантии безопасности, которые Армения может получить от Турции, от Азербайджана, если это возможно. Просто сейчас пока очень свежие впечатления от последней агрессии. Любые гарантии безопасности делают бессмысленным наличие иностранных российских войск. Потому что, как я говорю, они еще и на турецкой границе стоят. Да, я понимаю. А чтобы актуализировать свое военное присутствие, конечно, до любых провокаций, почему бы и нет. Тем более, когда в Украине не все гладко, не все получается. Юрий Ивановилян, большое спасибо вам за эту беседу. До свидания. До свидания. Ну и прямо сейчас еще одна реклама, после которой будем подводить итоги этой недели. Война и мир в эфире. Вернемся к американскому визиту нашего премьера и его речи в ООН. Нетаньягу, надо отдать ему должное, последователен. Он говорит об опасности иранской ядерной программы каждый раз и при каждом удобном случае, на каждой встрече, с каждым американским президентом и в каждом своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН. Нынешнее его выступление исключением не стало. Нельзя сказать, что иранский вопрос был единственным, но, безусловно, одним из центральных в его речи, которую израильский премьер произнес буквально пару часов назад. Предлагаем посмотреть вам это его выступление. Благодарю вас, господин председатель. Дамы и господа, на протяжении три, точнее, тысячи лет тому назад, наш великий лидер Моисей обратился к народу Израиля, тогда, когда мы были близки к земле обетованной. Он сказал, там вы увидите две горы, одна против другой. Гора Гвизим это то место, где будет провозглашено великое благословение, и гора Эбал, это гора, где будет великое проклятие. Моисей сказал, что вера народа будет определяться тем выбором, который они сделают между благословением и проклятием. тот же самый выбор, он веками проходит через время не только для народа Израиля, но и для всего человечества. Мы с таким выбором сталкиваемся и сегодня. Этот выбор определит, воспользуемся ли мы благами исторического мира, огромного процветания надежды, или же будем страдать от проклятия ужасной войны, войны терроризма и разочарования. Когда я прошлый раз, пять лет назад, выступал с этой трибуны, я предупреждал о тиранах в Тегеране. Это проклятие, проклятие для собственного народа, для нашего региона, для всего мира. Но тогда я также говорил и о великом благословении, которое я видел, на горизонте. Сказал я следующее, цитирую, «Общая угроза со стороны Ирана сблизила Израиль и арабские государства, как никогда прежде, в условиях дружбы, которую я никогда за свою жизнь не видел. Я говорил, что скоро наступит тот самый день, когда Израиль сможет говорить о мире не только в Египте и Ордане, но и говорить о мире с другими арабскими соседями». Конец цитаты. В ходе многочисленных встреч с руководителями стран планеты я говорил о том, что Израиль и арабские государства имеют много общих интересов и что я считаю, что эти многие общие интересы могут содействовать прорыву в деле мира в нашем регионе не в целом. Вы аплодируете сейчас, но тогда многие мой оптимизм думали, что это где все надумано. Пессимизм же их брал за основу то, что четверть века были добрые намерения, но мир так и не удался. а почему эти добрые намерения почему они всегда наталкивались на неудачу из-за того, что они брали за основу одну ложную идею, а именно если мы во-первых не заключим мирное соглашение с палестинцами, то ни одно арабское государство не пойдет нормализацию отношений с Израилем. Я также считаю, что мы не должны давать палестинцам вето в отношении новых мирных договоров с арабскими государствами. Палестинцы существенно могут извлечь для себя благо от более обширного широкого мира. Они должны быть частью этого процесса, но у них не должно быть вето в отношении этого процесса. И мир с арабскими государствами скорее повысит возможность перспективы заключения мира между Израилем и палестинцами. Палестинцы это только 2% арабского мира. Если они будут считать, что 90% арабского мира будут в войне с Израилем и эта крупная масса арабского мира может поглотить и удушить израильское государство. Но когда палестинцы увидят, что арабский мир пошел на мир с Израилем, скорее всего и они откажутся от фантазии уничтожения Израиля и наконец выйдут на путь подлинного мира с Израилем. На протяжении многих лет мой подход к миру отвергали так называемые эксперты, но они ошибались. Если следовать их подходу, мы бы и не заключили на протяжении четверти века ни одного мирного соглашения, но в 2020 году благодаря моему подходу мы испробовали другой вариант. Очень быстро мы добились настоящего прорыва. Четыре мирных соглашения вместе работая с США Израиль заключил за четыре месяца четыре соглашения с четырьмя арабскими странами Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Судан и Марокко. Авраамовы соглашения были поворотным этапом в истории и сегодня мы все видим благословение этих договоров. Торговые инвестиции с нашими новыми мирными партнерами процветают. Торговля, энергетика, водоснабжение, сельская хозяйство, медицина, климат. Мы работаем по этим многим другим направлениям. Около миллиона израильтян посетили Объединенные Арабские Эмираты за последние три года. Ежедневно израильтяне экономят время и средства то, чего они могли делать прежде. Они в самолете летят через Аравийский полуостров в залив Индию на Дальний Восток в Австралию. Авраамовы соглашения привели и к новым другим очень важным переменам. Арабы и израильтяне и евреи стали жить ближе друг к другу. В Дюбаи проходят еврейские свадьбы, в Бахрене в синагоге освящена Тора, в Касамбланке в Марокко открыт музей еврейской истории, в ОАЕ учащимся рассказывают о Холокосте. Нет никаких сомнений в том, что Авраамы соглашения стали рассветом новой эпохи мира. Но я верю, что мы находимся на пороге еще более важного прорыва. Исторический мир между Израилем и Саудовской Аравией. Такой мир позволит пройти долгий путь вперед в решение арабо-израильского конфликта. Это будет поощрением другим арабским государствам наразовать отношения с Израилем. Это позволит укрепить персективы мира с палестинцами. Это позволит заручиться более широким примирением между юдаизмом и исламом, между Иерусалимом и Меккой, между потомками Исаака и Ишмаиля. Все это величайшее благословение. Две недели тому назад мы были свидетелями еще одного благословения. На конференции группы 20 президент Байден, премьер-министр Моди, а также европейские и арабские лидеры объявили о планах коридора в будущем, который будет проходить через Аравийский полуостров и Израиль. Индия будет связана с Европой и морем, железной дорогой, современными коммуникациями. Мы обойдем узкие морские места, и это радикально снизит расходы на коммуникации и выиграет от этого около двух миллиардов человек. Это исторические перемены для моей страны. Израиль находится на перекрестке между Азией, Европой и Африкой. И империи, веками, которые проходили через мою страну, они завоевали нас. Этой кампанией были разграбления и разрушения. Но сегодня, когда мы разрушили стены вражды, Израиль может стать связующим звеном мира и процветания между этими странами. И мир между Израилем и Саудовской Аравией приведет подлинно к возникновению нового Ближнего Востока. Для того, чтобы понять всю масштабность тех перемен, к которым мы стремимся, позвольте мне показать вам карту Ближнего Востока в 1948 году, когда был создан Израиль. Вы видите, вот Израиль в 1948 году. Маленькая страна, изолирована, ее окружает враждебно настроенный арабский мир. Затем мы заключили мирное соглашение с Египтом и Иорданией, а в 2020 году в рамках Авраамовых соглашений мир с еще четырьмя арабскими государствами. А теперь давайте посмотрим, что произойдет, когда будет мир между Израилем и Саудовской Аравией. Меняется весь Ближний Восток. Мы разрушим стены враждебности, мир и процветание. Мы принесем всему этому региону, но не только это. Несколько лет тому назад я стоял на этой трибуне с красным маркером в руке для того, чтобы показать угрозу ядерного Ирана. Но сегодня этот маркер принес для того, чтобы показать великое благословение, благословение нового Ближнего Востока, Израиля, Саудовская Аравия и наши другие соседи. Мы не только разрушим стены между Израилем и нашими соседями, мы откроем новый коридор мира и процветания, который будет связывать Азию, через ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию, Израиль и далее в Европу. Это выдающиеся исторические изменения. Это еще один поворотный момент в истории. Теперь круг мира становится все шире. Я думаю, что подлинный путь к подлинному миру с нашими палестинскими соседями возможен. Но есть один момент, и об этом нужно здесь сказать. В полный голос. Мир возможен только лишь тогда, когда он будет брать за основу правду, истину. Мир не может базироваться на лжи, на постоянной оскорблении израильского народа. Махмуд Аббас должен прекратить распространение ужасной антисемитской антисемитских слухов о заговоре. Недавно он говорил, что Гитлер не антисемит. Как вообще это возможно? и палестинский орган управления должен прекратить восхваление террористов, должен прекратить политику, когда деньги дают палестинским террористам за то, что они убивают евреев. Это просто возмутительно. И ради мира подобные действия должны быть прекращены. Антисемитизм нужно отрицать, где бы он ни возникал справа или слева в университетских залах или в залах Организации Объединенных Наций. Для того, чтобы мир восторжествовал, палестинцы должны прекратить распространять неноть в отношении евреев, наконец, примириться с еврейским государством не только с существованием еврейского государства, но и с правом евреев, еврейского народа иметь собственное государство на своей родине во земле Израиля. Позвольте сказать следующее. Народ Израиля стремится к такому миру. Я стремлюсь к такому миру. Будучи молодым солдатом, более 50 лет назад мои друзья и я в спецсилах Израиля сталкивались со многими опасностями на многих фронтах, на многих, начиная от Суэцкого канала и заканчивая замороженными склонами горы Хермон и заканчивая аэропортом Бейрута. Этот опыт и другой опыт показал мне цену войны. Мои друзья солдаты погибали рядом со мной, другие умирали у меня на руках. Я похоронил своего старшего брата. Те, кто лично пострадал от проклятия войны, могут лучше всего понять благословение миром. Есть много препятствий на пути к миру, есть много препятствий на том исключительном пути к миру, который я только что описал, но я привержен тому, чтобы сделать все, что я могу, чтобы преодолеть эти препятствия, чтобы создать лучшее будущее для Израиля и для всех наших народов, для всех народов нашего региона. Два дня назад я обсуждал это видение мира с президентом Байденом. Мы разделяем оптимизм относительно того, чего можно достичь, и я глубоко ценю его приверженности тому, чтобы использовать эту историческую возможность Соединенные Штаты Америки. Это необходимы партнеры в этих усилиях и мы достигли аврамических соглашений под руководством президента Трампа, и я верю, что мы можем добиться мира Саудовской Аравии под лидерской рулем президента Байдена. Работая вместе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, мы можем обеспечить это благословение мира для всех наших народов. Как вы знаете, дамы и господа, и что есть и ложка дегтя, поскольку фанатики, управляющие Ираном, попробуют сделать все возможное, чтобы помешать установлению этого исторического мира. Иран по-прежнему направляет миллиарды на расширение своих вооружений. Он простирает свои щупальца на Ближнем Востоке, Европе, в Южной, даже Северной Америке. Они попытались убить госсекретаря США, они попытались покуситься на национального советника по вопросам безопасности Соединенных Штатов Америки. Это говорит вам все, что вам нужно знать о смертоносных намерениях Ирана и о смертоносном характере Ирана. Иран по-прежнему угрожает международным транспортным маршрутам, вымогает выкупы и занимается шантажом. За последний год его враждебные действия привели к гибели тысячам мирных иранцев. Иран осуществляет программу дронов, которые угрожают Израилю и другим нашим соседям. И иранские дроны сеют смерть и разрушение для ни в чем не повинного населения на территории Украины. Однако агрессия режима в основном встречает лишь безразличие среди международного сообщества. 8 лет назад западные державы обещали, что если Иран нарушит ядерную сделку, то санкции будут возвращены. И в то время, как Иран нарушает эту сделку, санкции не вернулись. Чтобы остановить ядерные амбиции Ирана, эту политику нужно изменить, санкции нужно восстановить. и в первую очередь Иран должен быть встречен нужно ограничить ядерную угрозу, исходящую от Ирана. И пока я являюсь премьер-министром, я буду делать все возможное, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия. Кроме того, нужно поддерживать смелых женщин и мужчин в Иране, которые презирают режим, которые стремятся к свободе, которые смело выходят на улицы Тегерана и других городов и сталкиваются со смертью именно народ Ирана, а не подавляющие власти, которые являются реальной силой в этой стране. дамы и господа, станет ли наше будущее благословением или проклятием, будет также зависеть от того, как мы будем работать, возможно, с самым важным событием в нашу эпоху, это появление искусственного интеллекта, революция в сфере ИИ, искусственного интеллекта идет с головокружительной скоростью, человечеству потребовались столетия, чтобы адаптироваться к сельскохозяйственной революции, потребовались десятилетия, чтобы адаптироваться к промышленной революции, но у нас возможно всего несколько лет, чтобы адаптироваться к революции в сфере ИИ. И опасности велики, и они прямо перед нами. Сбой в работе демократии, манипулирование умами, уничтожение рабочих мест, распространение преступности и взлом всех систем, которые упрощают современную жизнь. Но самое тревожное – это возможное возникновение войн под руководством искусственного интеллекта, которые могут достичь невообразимого масштаба. За всем этим маячит еще большая угроза, которую писали научно-фантастические авторы, о том, что машины в конечном итоге начнут контролировать людей, а не наоборот. Ведущие страны мира, как бы они ни конкурировали между собой, должны учитывать эти опасности. Мы должны действовать быстро, и мы должны действовать сообща. Мы должны гарантировать, чтобы обещания утопии с помощью ИИ не превратились в адистопию. Нам нужно выиграть очень многое. Например, мы можем, наконец, разгадать генетический код, мы можем продлить человеческую жизнь на десятилетия и значительно сократить проблемы, связанные с пожилым возрастом. Мы можем обеспечить привективную медицину, которая будет предсказывать заболевания до их появления. Представьте, как роботы могут заботиться о пожилых людях, прекращение дорожных пробок или управляемые автомобили на земле, под землей и в воздухе. Представьте персонализированное образование, которое развивает потенциал каждого человека на протяжении всей жизни. Представьте мир с неограниченной чистой энергией и ресурсами для всех. Представьте точное сельскохозяйство и фабрики, которые будут производить продовольствие и товары для прекращения нужды и голода. Я знаю, что это звучит как песня Джона Леннона, но все это может произойти. Представьте, что мы могли бы прийти к концу эпохи дефицита. Это то, что сопровождает человечество на протяжении всей его жизни. Все это нам доступно и также нам доступно кое-что еще. С помощью ИИ мы можем изучать небеса, как никогда ранее, и распространить человечество за пределы нашей голубой планеты. Хорошо это или плохо, но развитие ИИ будет возглавлять лишь несколько стран. И моя страна, Израиль уже входит в их число. Так же, как и технологическая революция в Израиле предоставила миру прорывные инновации. Я убежден, что искусственный интеллект, разработанный Израилем, вновь поможет всему человечеству. Я призываю мировых лидеров объединить усилия, чтобы определять те глобальные перемены, которые нас ждут, но делать это ответственным и этичным образом. Мы должны стремиться к тому, чтобы искусственный интеллект обеспечил больше свободы, а не меньше, предотвращал войны, а не начинал их, и обеспечивал более долгую, здоровую, продуктивную и мирную жизнь для людей. И это все возможно. И используя возможности искусственного интеллекта, давайте всегда помнить о незаменимой ценности человеческой интуиции и мудрости. Давайте ценить и сохранять человеческую способность проявлять эмпатию, которую не может заменить ни одна машина. Тысячи лет назад Моисей дал детям Израиля вечный и универсальный выбор. Он сказал, я представляю вам благословения и проклятия. Выбирайте мудро между проклятием и благословением, и нужно это сделать и сегодня. Давайте утвердим нашу волю и смелость, чтобы прекратить ядерную угрозу стороны Ирана и его фанатичное поведение. Давайте использовать благословения нового Ближнего Востока, которые превратит земли, которые ранее жили в условиях конфликта и хаоса, в землю процветания. Давайте избегать опасности искусственного интеллекта, но объединив силы искусственного и человеческого интеллекта, мы откроем блестящее будущее для всего мира в нашу эпоху и для грядущего. Я благодарю вас за внимание. От имени Ассамблеи я благодарю премьер-министра государства Израиль за сделанное заявление. Прошу службу протокола сопроводить его превосходительство.